Из положительного найти только то, что мы контролировали ход игры, создавали моменты. Единственное, мы их не реализовали. Соперник дождался какой-то ошибки, не знаю, удар. Реализовал свой момент. Есть ли объяснения, ощущения от того, что именно не получается, почему не получается забивать. Во втором матче подряд у торпеда ноль в графе забитые мячи. Хотя моменты есть сегодня не так много, как в Оренбурге, но тем не менее они были. Я не считаю, что сегодня моментов было меньше. Сегодня было достаточно моментов, которые нужно было реализовать. А если не забиваем, значит, это вопросы к нам, к атакующей линии. Будем больше работать, значит, чтобы реализовывать эти моменты. Как формулировал Сергей Николаевич и вообще тренерский штаб задачу непосредственно перед тобой, перед выходом на поле? Что нужно было делать, на что нужно было обращать особо пристальное внимание? Во-первых, открывание за спину, потому что я вышел тем более свежий. У нас два получилось нападающих с Денисом. Нам нужно было оттянуть их туда, за спину. Тем более у них еще защитник на желтой карточке висел. Нужно было его поймать, чтобы его удалили. И все. И забить, конечно. Сложилось ли ощущение, что Енисеевичу неуступчивая команда? Да, они не идут в верхней части турнирной таблицы. Правда, сейчас постепенно к ней подтягиваются. Но, тем не менее, в этом сезоне красноярцы не входит число грандов ФНЛ. Я скажу так, что каждый матч и каждый соперник неуступчив. Вот сколько матчей прошло? Четыре получается. И в каждом идет борьба на каждом участке поля. Поэтому я не стал бы разделять какие-то команды на гранды, не гранды. С точки зрения атмосферы внутри коллектива, насколько давит на ребят все-таки вот эта серия из двух поражений. Ну, если осечка в игре с Оренбургом, тем более на выезде, ну, еще как-то, наверное, объяснимо и простительно, то, конечно, поражение дома и отчайки и сегодня от Енисея, ну, в общем, оставляют достаточно много вопросов. Я думаю, что все солидарны, да, с такой точки зрения? Конечно, все хотят исправить эту ситуацию как можно скорее. На каждый матч мы настроимся все вместе, всей командой настраиваемся и хотим победить. Нам пока не везет, но я уверен, что при правильном подходе, который у нас сейчас, мы всей командой это исправим. Ну, настроение нормальное, никто, что называется, рук не опускает, каких-то панических таких настроений у ребят нет, да? У нас впереди 11-12 матчей и сейчас прошло только 4. Нельзя сейчас руки опускать ни в коем случае. Поэтому нужно работать и исправлять эту ситуацию, в которой мы сами себя загнали. Хотелось бы болельщикам сказать спасибо, что они приходят, поддерживают нас и верят в нас. Мы обязательно исправимся.